Депутат 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 все сроки сдать. Мы еще по всем вопросам взяли на контроль. Мы планируем в октябре еще раз прилететь. Давайте посмотрим. Октябрь, первый объект, давайте в октябре вместе с вами примем. В февраль тоже прилетим. Что здесь со стороны лететь? Недолго. То есть на вашем контроле тоже будет? Да. Ну раз они обещали нам, то есть мы привыкшие, мы же люди простые, нам дают обещания, мы им верим, но проверяем. Потому что вы тоже даете обещания. Конечно, да. Их же слова я завтра передаю своим избирателям. И завтра, если они будут мне врать, получается, я вру своим избирателям. По этой причине я должен держать на контроль такие образы. Вот Экибастус это наша болевая точка. Все депутаты надо отдать должное, посещают регулярно Экибастус, проверяют лично, сами ходят по ТЭЦ. На ваш взгляд удастся наладить ситуацию? Я думаю, да. То есть они пошли по другому пути. Сейчас я так понимаю, они собираются энергоблоки запускать на отопление. То есть не тепловые котлы, а вот непосредственно энергокотлы. А там вода, качество воды, соответственно, потому что она все направлена на выработку электроэнергии. Соответственно, и качество воды там совершенно другое. И завтра проблем с трубами, с качеством воды. Если вы помните, там у нас большой вопрос был по качеству воды. Подготовки воды, правильно? Соответственно, этих проблем не должно быть. Поэтому я думаю, что это такой резервный путь, который выбрала компания, владелец ТЭЦ. И у Экибастуса проблем с отоплением не должно быть. Тем более я вижу, какие магистрали прокладываются, какие трубы прокладываются, работа очень активно ведется. Но у меня вызывает вопрос другая сторона. Это вопрос, конечно же, износа. Износа, в целом всей инфраструктуры. По заявлениям подрядчика и владельца, 7,8, если не ошибаюсь, миллиарда семьи вкладывается в средства. Ну, не знаю, может, я в этом небольшой эксперт, но я не совсем увидел, где эти 7,8 миллиарда. Ну, это, наверное... Но вы бизнесмен, вы сразу считаете? Да, да. Ну, возможно, где-то какие-то скрытые какие-то работы, которые я не заметил. Но 7,8 миллиарда... Ну, давайте пока поверим на слово. Но я думаю, что вопрос надо ставить вообще в корни, потому что это нескончаемо. Это мы... Это как утопающую лодку латать, да, то есть так, чтобы она по возможности дольше побывала на плаву. Но утопающая лодка... Ну, это проблема всей страны на сегодня. Да, утопающая лодка — это ТЭЦ. Но как же наша экибастуза? Экибастуза — это не утопающая лодка. Экибастузу нужен сильный, современный ТЭЦ, который будет обеспечить их теплом. Но, к сожалению, вы очень правильно заметили, данные проблемы по ТЭЦ, они практически по всей стране у нас. Практически по всей стране у нас. В прошлом году из-за того, что в Рудном было очень, ну, скажем так, резонансное, а в Рудном, говорю, лькибастузе, в Рудном тоже была похожая ситуация. Рудный, Ридер. Да, Ридер тоже были ситуации. Они так менее-менее резонансно прошли, но тоже были проблемы, и они практически, я вам говорю, там 90% наших ТЭЦ, они вот в таком тяжелом состоянии. Мы на владельцев и выходим, и говорим, ребят, вам дали свое время заработать, вам дали эти объекты практически за копейки, почему вы просто выжимаете ресурсы из этих объектов, где инвестиции для того, чтобы завтра ваш же бизнес продолжился, но не страдали, и плюс ко всему не страдали. Ну, просто вот простой народ хочет, сейчас вот поднимают тарифы, да, как бы нагрузка ложится на простых, обычных людей. Где олигархи, такой возникает закономерный вопрос, которые сколько лет, получается, наживались на этих объектах? Хороший вопрос, где олигархи. Я думаю, что это вопрос уже, наверное, к нашим антикоррупционным службам, где эти олигархи, первые, да, то есть даже где олигархи, мы все знаем, где их деньги, где те богатства, которые были вывезены из нашей страны. И вот мы приняли закон о возврате капитала, как раз-таки направленный именно на это, потому что у нас сейчас законодательная база достаточно слабая была, да, и очень часто, я вам скажу, законы были написаны так, что так просто, там, мягко говоря, за хвост не поймаешь. И вот сейчас... Все завуалировано, да? Завуалировано, и вроде бы он делает это, скажем так, не по совести, но по закону, понимаете? А ведь совесть и закон, они должны все-таки идти, как, наверное, Бробин. То есть против народа, но по закону. Я думаю, что вот такие законы, как раз-таки наш созыв, он и призван для того, чтобы такие законы искоренить. И вот закон о возврате капитала, он как раз-таки направлен на то, чтобы вот такие вот вывезенные активы, имущества, богатства, они были возвращены в страну, и тем самым, то есть будет создан специальный фонд, и как раз-таки, который будет направляться на такие вот, на такого рода инвестиции, на такую, на инфраструктуру. Адельбек Александрович, вот такой вопрос возникает. Не сложно вам сейчас находиться в депутатском кресле, потому что, ну, партия молодая, вы делаете первые шаги, но вы пришли из бизнеса, у вас нет опыта какого-то такой, на госслужбе, и там, ваше решение. Ну, смотрите, сложность двух типов бывает, да? Первый тип сложности, когда сложно работать, у тебя там не хватает интеллектуальной способности, да, или каких-то, да? С этой точки зрения нет. Почему? Потому что, ну, я сельхозник, мы всю жизнь боремся с природой, да, то есть имеется в виду, там, саранча, засуха, болезни и так далее, да, то есть и тебе нужно всегда под это подстраиваться. Здесь мы работаем с людьми. Я думаю, с людьми договориться намного проще, чем с природой. Это, во-первых, да, то есть, соответственно, все более-менее предсказуемо. И подстраиваться, скажем так, договариваться намного проще и убеждать намного проще. Природу убедить не сушить и дать дождя практически невозможно. Практически невозможно, да. А что касается комфорта и удовлетворения, действительно, ну, я скажу так, я человек свободный, человек степей, да, вот, и, соответственно, для меня мои поля, посевы, коровы, лошади, запах навоза для меня. Я вот поэтому скучаю, поэтому мне сложно. Ну, вот было ли какое-то удовлетворение, какие-то минуты радости вот за эти три месяца работы? Да, конечно, когда твои поправки проходят, когда какие-то твои инициативы, например, я вот закон об органической продукции я его возглавлял, то есть рабочую группу. То есть то, что мы близко. Да, и в первой, именно в первом чтении мы его провели, первое чтение мы провели, скажем так, депутаты все поддержали. Мы этот закон позволить завтра нашим домохозяйкам, да, и покупателям различать, что действительно органическое, что там, ГМО, химия и так далее. Добавки. То есть мы завтра сможем видеть. Раньше клепали, как хотели, там, МЭКО, МЭКО и так далее. Сейчас у нас уже и наказание за это есть административное. То есть, соответственно... То есть наконец-то за это взялись? Да, да. Вот как раз таки я вот в своем законе, вот именно вот в этом, этот вопрос я максимально пытался как-то актуализировать. Почему? Потому что люди выпускают органическую продукцию, но рядом с ними нерадивый тоже производитель просто из сухого молока там делает, добавляет туда пальмовое масло и называет его... И так же выпускают. Вот вы сейчас сказали, что с природой трудно договориться. В этом году лето очень жаркое, засушливое. Я думаю, что, наверное, к вам тоже обращались наши аграрии. Урожай практически сгорел. И они все просят объявить режим ЧАЭС. Как вы вот к этому относитесь? На удивление у нас почему-то в правительстве так тяжело и остро реагируют к объявлениям режима ЧАЭС. Я не знаю, почему, ведь это же не в руках Акима или министра будет ЧАЭС или не будет ЧАЭС. Правильно же? Это вот в руках Всевышнего, в руках природы. И если у нас есть засуха, если не ошибаюсь, в Майском районе у нас засуха, то надо ее объявлять. И завтра эти же фермеры, они вас поблагодарят, либо они придут вам, скажут, за помощью, если вы ее не объявите. Дай нам отсрочку по кредитам, дай мне помощь, дай мне финансирование, дай мне субсидирование. И вот это вот неправильное восприятие ЧАЭС, не знаю почему, наверное, просто они госчиновники, они думают, если я беру ЧАЭС, это будет моя вина. Ну за ЧАЭС как ты можешь отвечать? ЧАЭС, тем более природного характера. Конечно, саранча, засуха, наводнение. Вы как-то можете помочь? Да, давайте мы это вопрос, я в курсе этого вопроса, мы как раз таки думаем вернуться, и вопрос по ЧАЭС, мы актуализируем. Еще один болевой вопрос в том же Майском районе, это Сайгаки. Я знаю, этот вопрос очень тоже часто поднимается, и мне кажется, тут нужно решать здесь на уровне правительства. По Сайгакам, честно говоря, у нас ситуация такая, у нас вообще в целом Министерство сельского хозяйства и ряд других министерств выбрали такую позицию, как я не вижу проблемы, проблемы нет, или я не признаю проблемы, проблемы нет. Это на самом деле самая, наверное, ущербная, неправильная... Страусинная какая-то политика. Да, страусинная политика. И у казахов есть такое выражение «аурун жасрган арамулит», то есть кто скрывает свою болезнь, тот умрет, мягко говоря, собачьей смертью. И вот нельзя свою болезнь скрывать, нельзя скрывать эти проблемы, и надо ее максимально раскрывать и показывать. Вот по Сайгакам, я предложил решение следующего характера, ну не знаю, Министерство должен за это взяться, я предложил решение и сказал, так, у нас есть три причины, по которой Сайгаки мигрируют в таком количестве. Первое, это отсутствие питания и воды в их местах обитания. Третье, увеличение популяции. Неконтролируемое. Да, неконтролируемое увеличение популяции. Первые два вопроса можно решить следующим характером, то есть просубсидировать или профинансировать сельхозников, чтобы они подсеяли многолетние травы в местах их обитания, чтобы они не мигрировали за едой. То есть обеспечить им еду на месте, где они пасутся. Второе, обеспечить там колодцы, для того, чтобы у них была и вода, и тогда у них, скажем так, в местах, где они будут обитать. То есть где у них достаточно еды будет. Третье, это вести мораторий на отстрелы волков в той местности, где обитают сайгаки. Такой естественный отбор, что будет. Если мы начнем их стрелять, наверное... Негуманно. Да, негуманно, да, и вопрос все-таки, это индо, кик, кель, жануар, то есть такой, для нас, для степняка, сайгаки, это все равно священные животные. Наши уже агрария чуть ли не плачут. Да, я понимаю, и плачут и на квадроциклах, и что только не делают, и с воздушных стреляют, все делают. Я понимаю, и у нас тоже самое, и в Кустанайской области, в Западно-Казахстанской области, в Акмолинской области, везде. Но эту проблему никто не признает и видеть не хотят. Но вы будете поднимать ее в сентябре? Да, да, я уже ее поднимал на уровне правительства. Надо уже какую-то точку поставить. Да, и точку, согласен, в сентябре нам нужно будет уже сейчас начать готовиться к проблеме следующего года, потому что, к сожалению, их популяция только растет и растет. К сожалению или к счастью, я, наверное, второй вопрос, но вот моратории на отстрел волков, я думаю, что в частности в районах, где обитают, обитают сайгаки, это очень серьезно. Надо вести мораторию. Вмести надо, потому что мы, понимаете, сейчас наши охотники с сотнями волков стреляют, а они, естественно, естественные хищники против сайгаков. И, соответственно, сайгак количество увеличивается. стреляйте волков, но давайте там, где разрешено, где нет сайгаков. Я не против охотников. Айдарбей Касанович, такой вопрос. Я знаю, что вы были в Пахаре. Это тоже наше такое уникальное вообще серхозобъединение, которое в степи появилось на ровном месте. И сейчас тоже какой-то пример, именно развития сельского бизнеса. Но у них очень много лет проблема. Они не могут зарегистрироваться, хотели бы открыться как населенный пункт. Это вообще, мне кажется, для всего Казахстана большое событие было бы. На карте появится новый поселок. Да, новый поселок. Исчезнет. Не исчезнет, не умрет, как обычно, а появится. Да, ну вот им нужна помощь. Да, я встречался как раз таки с Олегом Владимировичем. Мы сидели у него в офисе перед тем, как объехать все его хозяйство. И вот эту проблему он озвучил. Он озвучил проблему о том, что в Недыках не дают им статус села. И этот вопрос мы взяли на контроль. Я думаю, что мы в кратчайшие сроки этот вопрос решим. Я думаю, что это не такая гигантская проблема. Я не знаю, почему до сегодняшнего дня эта проблема не решена. Я знаю, что вопрос там упирается в название самого села. Они хотят поставить на имя основателя. Основателя этого села. нашего мархума Аушева, Иманда Волсона. Соответственно, я думаю, что он достоин того, чтобы его имя наносило это село, потому что его руками это было построено. Это не переименование. У нас очень часто путают вопрос переименования. это не переименование, это дать название новому селу, которого не было и которое появилось благодаря семье Аушевых. Я думаю, что в благодарность семье, в благодарность тем рабочим местам, в благодарность того, что наш картофель на прилавках зарубежных стран стоит. Я думаю, что благодарность этого мы должны... Ну и создали сколько рабочих мест. Вы видели сам поселок. Самое удивительное, меня что удивляет, у нас очень часто народ против переименований и все так же переименовывают. Тут народ весь за переименование и не переименовывают. Они за... Бюрократические какие-то проволочи? Да. Вы обещаете помочь? Да, обещаем помочь. Я думаю, что мы поможем. Это вопрос действительно такое... Это дело чести на самом деле, потому что я как фермер, я как сельхозник, мне, честно говоря, обидно, что это получается человеческий труд, и он жизнь положил на это, а это не оценивается. Тут задаешься вопросом, если это стране не нужно, зачем мы так в поте лица по колено, по логотью, в грязи работаем, если стране это не надо. Айдарбек Асаныч, я надеюсь на вашу поддержку во всех этих актуальных таких злободневных проблем по Воданске именно области. Благодарю вас за то, что вы нашли время в своем плотном графике, пришли к нам в студию, подотворной вам работы на радость избирателей, на благо избирателей, так скажем. Наш эфир подошел к концу. Встретимся на телеканале Ертес. Встретимся на телеканале Ертес.